МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десантный финиш. В поляны прибыли команды-участницы лыжного перехода. Смерть пенсионера на ледяном тротуаре. Что стало причиной? Широкая масленица, как проводили зиму рязанцы. 158 населенных пунктов, 11 команд и 8-тысячный километраж общего маршрута. Все это лыжный переход, посвященный столетию со дня образования Рязанского воздушно-десантного училища и столетию Красной армии. Старт этому грандиозному переходу был дан 3 февраля. Ну а в понедельник, 19 числа, на биатлонном комплексе «Алмаз» в Полянах состоялся торжественный финиш команд-участниц лыжного перехода. Весь маршрут был разделен на 10 участков. Всего военнослужащие прошли через 158 населенных пунктов. Маршруты лыжного перехода охватили и города-герои, где десантники почтили память погибших в боевых действиях. Конечная точка, конечно же, столица ВДВ встречают, как и полагается, хлебом с солью. Мы рады приветствовать вас на Рязанской земле. Ох, матушка, спасибо. Прямо же не щадя, да? Вот так. Да. Ну, Рязань, спасибо. Все участники прибыли в Рязанскую область. Встречали десантников в Полянах на биатлонной трассе «Алмаз». Об успешном финишировании по видеосвязи доложили лично командующему ВДВ Анатолию Сердюкову. Товарищ командующий воздушно-десантными войсками, команды лыжного перехода воздушно-десантных войск прибыли в столицу воздушно-десантных войск город Рязань. Старт лыжному переходу был дан еще 3 февраля. На этих кадрах к старту готовится 7-я гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия. Дислокация в Новороссийске. Десантникам предстояло пройти самый большой маршрут – свыше 1300 километров. Задачи, как и все остальные 9 команд от соединения ВДВ, справились успешно. Для нас не было никаких сложностей. Мы же ВДВ. Участниками марш-броска стали 300 офицеров, прапорщиков и военнослужащих. С собой у десантников были рюкзаки с теплой одеждой и сменным бельем. В походе сопровождала техника с продовольствием и медиками. Каким нужно быть человеком, чтобы пройти так много километров на лыжи? Надо будет с самого раннего детства физически себя совершенствовать, чтобы быть в готовности к любой ситуации. Слава ВДВ! За две с лишним недели десантники преодолели в общей сложности более 7,5 тысяч километров. Уникальность перехода заключается в самом большом и масштабном лыжном марш-броске за всю историю ВДВ. Участвовали представители десантных гарнизонов из всех городов России. Его приурочили к 100-летнему юбилею Красной Армии и вековому юбилею Рязанского училища ВДВ. Данного лыжного перехода, я это отмечаю, ветераны и командования соединений воинских частей еще не было. Были лыжные переходы, где участвовала одна дивизия или группа военнослужащих. А в данном лыжном переходе участвуют все воздушно-десантные войска. Как я говорил, 300 спартанцев через определенный маршрут прибыли в столицу ВДВ, город Рязань. Маршрут рязанцев пролегал по Золотому кольцу России. Десантники шли через Коломну, Сергий в посад, Ростов, Ярославль, Иваново, Суздаль, Владимир и Гусь-Хрустальные. Всего они прошли 916 километров. Задача по выполнению лыжного перехода из пункта постоянной дислокации в город Рязань в количестве 63 человека протяженностью 916 километров закончил. По времени лыжный переход десантников совпал с очередной годовщиной крупнейшей за время Великой Отечественной войны Вяземской воздушно-десантной операции. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Традиционные блины, ледяной столб и символическое сожжение чучела. Пожалуй, самым ярким и красочным событием прошедших выходных стало празднование Масленицы. В Рязани ее отметили сразу на нескольких площадках, но основные гуляния впервые за долгое время были развернуты на площади Ленина. Масленица в Рязани побила сразу несколько рекордов. Масштабные народные гуляния впервые прошли на площади Ленина. Жители и гости города съели более 50 тысяч блинов и 6 тысяч порций грибной похлебки. Угощения рязанцы пробовали на обжорных рядах. Понравилась, похлебка понравилась. Блины очень вкусные. Конкурсы, соревнования, песни и танцы, хороводы и национальные русские игры. Занятие по душе смог себе найти каждый гость праздника. Есть конкурсы, вот такие, например, вот там можно поднять гири на велосипедах. То есть это как раз такое гуляние, где народ может показать себя, свои возможности, силу, скорость. Попробовал похлебку, блины, принял участие в конкурсах и глава региона Николай Любимов. А в финале праздника рязанцы торжественно сожгли чучело зимы и дали понять весне, что готовы ее встречать. Не только радостными событиями запомнились прошедшие выходные. Так в субботу, 17 февраля, на улице Свободы умер пенсионер. Со слов очевидцев, пожилой мужчина поскользнулся и упал. Приехавшая скорая констатировала смерть. По данному факту организована и проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть пожилого человека не связана с падением. Кроме того, следует отметить, что скорая помощь прибыла достаточно оперативно, но медики уже констатировали смерть мужчины. По результатам доследственной проверки, в ходе которой следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также точная причина смерти, будет принято законное обоснованное процессуальное решение. Несмотря на то, что смерть пенсионера, как было установлено, не связана с падением, сейчас идет усиленное очищение тротуара от льда на улице Свободы. Вопрос к властям. Неужели только смерть человека может заставить очистить улицы города от ледяной корки? За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 15 человек получили травмы. Серьезное ДТП произошло в субботу в Спасском районе на 259-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 57-летний житель города Рязани, управляя автомобилем Ниссан Кашкай, двигаясь из областного центра в сторону Путятинского района, выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, где совершил столкновение с двигающейся во встречном направлении автомашиной, которая также совершала обгон и выехала на полосу встречного движения Hyundai Sonata под управлением 41-летнего жителя Шиловского района. В результате ДТП водитель автомобиля Ниссан Кашкай погиб на месте происшествия. Пассажирам повезло больше. Они остались живы, но получили травмы различной степени тяжести. Также в дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель автомобиля Hyundai Sonata и его 18-летний пассажир, которые обращались за помощью в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются. В Рязани и 13 районах области за прошедшие пятницу и выходные дни в ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства выявлено и пресечено 69 нарушений. В рейдовых мероприятиях, прошедших в Рязанской области, принимали участие сотрудники подразделений по вопросам миграции, применению административного законодательства, участковые и полномочные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы. В результате рейдов полицейскими за нарушение правил въезда в Россию привлечено 29 иностранных граждан. Также выявлено нарушения в действиях восьми граждан России, которые выступают принимающей стороной работников-мигрантов. Они привлечены к административной ответственности. Кроме того, сотрудниками подразделений по вопросам миграции в Рязанском и Сапожковском районах выявлено четыре административных правонарушения, совершенные должностными лицами коммерческих организаций, которые незаконно привлекали к трудовой деятельности в России иностранных граждан. Еще на 15 нелегальных мигрантов в Рыбновском районе были наложены штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей. По факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан, в том числе находившихся в России с нарушением режима пребывания, в отношении работодателя проводится административное расследование. В суде рассматривается вопрос о выдворении с территории России 11 мигрантов. Также установлены работодатели, которые незаконно привлекли их к трудовой деятельности. По данному факту в отношении работодателя проводится административное расследование. По имеющимся информационным учетным базам данных проверено более 130 граждан ближнего зарубежья. Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются. 8 февраля 2017 года в Московском районе появилась клиентская служба по вопросам социальной защиты населения Рязани. Сюда обращаются люди с самыми разными вопросами. Тарифы в сфере ЖКХ, вопросы материнского капитала и многое другое. Популярность единой клиентской службы послужила толчком для открытия второго центра в Октябрьском районе. Продолжит Валерий Седов. Октябрьский район – один из самых крупных в городе. Здесь больше 50 тысяч человек получают государственные услуги в сфере социальной защиты. Это практически 11% от всех получателей мер социальной поддержки по области. Эти факты стали ключевыми для открытия в районе единой клиентской службы. Это позволит гражданам сократить время на получение государственных услуг и создать комфортные условия как для посетителей, так и для специалистов. Вы видите 6 кабин для приема граждан. Вы видите хорошая навигация, консультации, информационные стенды. Это все, что поднимает службу соцзащиты на новый уровень. И мы к этому будем стремиться, к адресности и к доступности для каждого нашего гражданина. Для посетителей создана зона ожидания. Информационные стенды содержат сведения о предоставляемых гражданам мерах социальной поддержки. Специалисты говорят, что люди могут обращаться сюда по разным вопросам. Те вопросы, которые касаются государственной поддержки, социальных выплат, назначения выплат, перерасчета. Как я уже сказал, только в этом районе 60 тысяч у нас состоят на учете в соцзащите. Посетители сразу отмечают плюсы появления такого центра. Если раньше прием велся по кабинетам с разными специалистами, то теперь у граждан есть возможность обратиться в клиентскую службу, получить все необходимое в одном месте. Специалисты считают, что изменение условий работы сократит время ожидания в очереди, а также улучшатся качество обслуживания и условия труда. Центр работает по будням. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Одним из ключевых условий эффективного лечения различных заболеваний является точная диагностика. Рентгенологические исследования можно смело назвать одним из самых распространенных и надежных методов определения конкретной проблемы организма. Кроме того, прогресс не стоит на месте, и сегодня медицина предлагает нам новейшее оборудование. Так, в нашем городе им оснащен Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, который является структурным подразделением Рязанского медицинского университета. Сегодня рентгенологическая диагностика, конечно же, отличается от той, что была 20 лет назад. Современные аппараты должны соответствовать совершенно другим критериям. В частности, снимок должен быть сделан быстро, и качество его должно быть высоким. Но и самое важное, современные аппараты должны иметь низколучевую нагрузку. Именно такой рентгенологический аппарат появился летом прошлого года в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. Этот аппарат является цифровым, то есть сделанный снимок тут же оцифровывается и в течение нескольких секунд выводится на экран. После он может быть распечатан на специальной пленке или же записан на диск. Однако самым главным достоинством данного аппарата является низкая лучевая нагрузка. Его лучевая нагрузка приравнивается к полету на лайнере примерно. Поэтому мы вот, например, у нас в Центре, в ВУЗе, на этом аппарате проводим рентгенологические исследования, которые заменяют флюорографию. Поскольку его лучевая нагрузка гораздо меньше, чем флюорографическое исследование. А снимок большой, и на нем в мельчайших деталях можно рассмотреть все подробности. Низкая лучевая нагрузка делает аппарат безопасным для детей любого возраста, в том числе и первого года жизни. Даже повторные снимки не нанесут вреда здоровью малыша. А специальные приспособления, которыми обладает Центр, сделают процедуру комфортной как для ребенка, так и для мамы. У нас есть специальное такое устройство. Оно, кстати, есть не во всех рентгенологических кабинетах города. Оно облегчает обследование детей до года. То есть оно фиксируется в различных положениях. Здесь можно с помощью специальных липких лент сфиксировать ребенка в удобном положении. И маме удобно его, конечно, держать. На сегодняшний день услугами современного рентгенологического кабинета могут воспользоваться не только маленькие пациенты Центра, но и взрослое население Рязани. Для этого просто нужно обратиться в Центры детской гематологии, иммунологии и онкологии, который находится по адресу улица Строителей, 5В. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». После веселья Масленицы и Прощенного Воскресенья у православных христиан начался Великий пост. Как следует из самого названия, этот пост самый долгий и строгий. Он продолжится до 7 апреля праздника Благовещения и завершится праздником Светлой Пасхи 8 апреля. Великий пост – напоминание каждому христианину о духовном пути Иисуса Христа, когда он провел 40 дней в пустыне, без еды и воды и был искушаем дьяволом. Ограничение в пище – далеко не единственная и не самая важная часть Великого поста. Гораздо важнее – душевный пост. Отказ от пустых развлечений, телесных удовольствий, прощения обид, пересмотра своих отношений с окружающими. Великий пост православные не сочетаются браком. Очищая себя от страсти и соблазнов на протяжении 7 недель, христиане направляют свои помыслы к Спасителю и совершают свой ежегодный духовный подвиг. Пост – это время воздержания, воздержания, конечно, телесного, прежде всего, для того, чтобы освободить время и силы для своей души. Человек очень много тратит усилий именно для благополучия и комфорта телесного. Но пост, он помогает человеку наполнить свою душу и жизнь смыслом духовным. Зачем нужно просить прощения в преддверии Великого поста? Именно для того, чтобы освободиться от внутренних страстей и попытаться научиться жить не для себя. Мы, как правило, то, что совершаем, совершаем для собственной пользы. А пост учит нас помогать другим, проявить заботу о ближнем. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok